Всем доброго! Меня зовут Александр. Продолжаем делать пистолет К9. Приступаем к такой вещи. В общем, начинаем делать ствол. Я сделал такую болванку 9-мм. Вот так у нас пистолет 9х19, 9-мм пистолет. Поэтому ствол я сделал болванку 9-мм, намотал на нее фольгу, чтобы потом проще было снимать после того, как приклеил. И на нее намотал, это офисная бумага обыкновенная, довел до 13-ти миллиметров. По-моему, до 13-ти. А, прошу прощения, до 12-ти. До 12-ти миллиметров. Теперь это можно покрыть шпаклевкой и наждачкой довести до идеально гладкого состояния. Ствол будет готов. Что касается направляющей. Та же офисная бумага. Скрутил вот в такой прут. скручивал на сухую. Потом покроется шпаклевкой. Там пропитается. В принципе, и так пока более-менее нормально. Хотя тут она на изгиб работать не будет. Она будет напрямую просто так вот сжимать пружину. И все. Диаметр доведен до 7 миллиметров. Когда скрутил лист вот так вот вдоль, у меня получилось 6. И потом еще кусок намотал, довел до 7 миллиметров. Потом отрежется по длине, сколько надо. И, наконец, намотаю вот такой буртик, в который будет упираться пружина. Ну и вот следующий этап ствола. Вот я его замазал ПВА с гуашью. Она высохла. Просто зажал шуруповерт или в дрель кому удобнее. И наждачку на плоской, наклеенную на плоскую поверхность, просто приложил и она вот так вот крутилась. я ее вжик и вот так шлифанул. Нулевкой пока не стал. Покрашу какой-нибудь серебрянкой, чтобы вывести дефекты. И там уже будет видно. Может быть еще раз гуашью с ПВА. Ну, в смысле, может быть еще шлифануть или вот этого достаточно. Там будет видно. Продолжаем делать К9 пистолет. Вот что касается ствол. Вот я думал, это вот его части. Вот сам. И вот я сделал такой шлифанул. шаблон. Вот эта вот казенная часть, вот она будет вот здесь вот. И по размерам сверху 10 и по низу 14 миллиметров и на 2 миллиметровый вот такой скос. и будет вот так 2 миллиметра сверху будет. И решил я сделать следующим образом. Бутербродом. Сверху будет пластины идти параллельно, снизу будет вертикально, потому что здесь должен быть еще выступ. Вот. 10 миллиметров, это 14. Потом будет 4 миллиметра, 3 миллиметра. Так вот наклеиваться. 2 миллиметра. И следующие последние 2 миллиметра будет устанавливаться вот так вот вертикально. Что касается нижней, пока опытным путем сделал вот такую вот вещь, она будет... А, забыл сказать, что они 30 миллиметров длиной, по длине вот этого окна выбрасывателя. 10 высота, здесь 5 и пополам поделил. То есть, оно будет так вот склеиваться вместе. Доведу его до 6 миллиметров. После чего... Буду приклеить так вот 5 миллиметровую. Потом 8 миллиметров. А, нет, потом... Так, 5. Потом где-то тут 4 было. Вот она. А, нет, 5. Потом 6. И потом 8. То есть, чтобы было полукруглое. Так, ну и вот я склеил. Вот они, две половины. Суперклеем промазал. И наждачной бумагой на круглой вот так вот выточил. Одну и вторую. Теперь... Вот, вот это вот ориентированные горизонтально вот так. Эти вот вертикально. Теперь оно должно собраться вместе. Край надо срезать. И склеить. После чего вот тут вот обточить, чтобы он у меня... Он заходил в кожух затвор. После чего уже по месту надо будет просверлить вот здесь вот дырку. Но это уже потом. Причем дырку я хочу сделать на скос, чтобы у меня при работе ствол немножко вот так вот поднимался. Так, вот теперь надо все это дело в кучу собрать. Так, итак, продолжаем делать К9 ствол. Так, для начала вот я под затворную задержку выпилил дырку. И скатал ось самого рычага. Дальше вот я высверлил. Сделал немножечко свободный ход. Здесь у меня получилось в край, поэтому пришлось доклеить вот такую подошву. Я ее сточу вот так вот на угол. И... После чего по месту вот здесь приклею перемычку, в которую будет упираться здесь. Сточил на угол для того, чтобы можно было ставить ствол. Будет это выглядеть вот так. После чего надо будет сюда вклеить досылатель. Просто собрать наборную штучку такую, которая будет запирать ствол. И вырезать дырку в магазине. Ну и вот, что касается ствола. Это вот сам ствол. И вот она направляющая. То есть скатал трубку. И вот с этой стороны намотал 4-х миллиметровую. Может было наверное 5, но я смотал 4. В принципе наверное 4 хватит. Она будет упираться вот сюда. Вот я сточил. Ну вот на этом изготовление ствола закончено. Можно его отложить в сторону и заняться уже подгонкой его к кожух затвору. Так, ну вот на этом данное видео закончено. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода